Всем привет! Здравствуйте! С вами Иван, с вами я, Даня. С нами сегодня Некромунда и продолжение коротких рассказов. Маленький хер, ваше здоровье. И мы будем сегодня слушать в исполнении Даниила рассказ под названием... Бернуд. Сгоревший? Да, сгоревший. Опаленный. Написал его, на самом деле, неизвестный мне автор. Кто? Дариус Хинкс. Слышал про такого? Нет. Очень зря. Очень зря. Сейчас, я думаю, запомню надолго, мне кажется. Ну да, написано, что он там, первая книжка, у него про Эрн Ворьеров была какая-то. Про Хансю, наверное, потому что бывши ничего не делали, а не про Эрн Ворьеров. Ну, может быть, может быть, не знаю. Ну так вот, и рассказ Бернуд. Посвящен он, как ни странно, Голиафам. Опять. То есть уже второй рассказ в этом цикле, который посвящен Голиафам. Мускулинные качки и большой город Улей. Да. Ну давай, хорошо, поехали. Большой город Улей и подулей. Итак, все начинается с того, что наш главный герой, чего имени, мы не узнаем, потому что приставание ведется только от первого лица. И я. Понятно. Да. То есть у нас такой нуарный стиль. Я смотрел на Пикт изображение, которое пришло ему на визор планшет, что-то такое. Ну, на в общем. Ну да, да, да. Ну, должна быть контекстная глава. Ну, для бедных. На Ксионе. Kindle Fire. Ну так вот, наш главный герой просматривает Пикт и на нем лицо его друга повествует ему, что, мол, я все еще жив. Им на лицо прямо? Да, там прям лицо показывается. Я все еще жив. Моя доля у меня. Приведи Корга в Друно Газ. Мы убьем чудовище, заберем его долю. И наш герой смотрит и не может поверить своим глазам. Он всматривается в это лицо и думает про себя. Но как же так? Как же так? Как так могло случиться, что он обращается ко мне? Ведь я лично его убил. Ведь он лично сбросил Торекса в горящую пучину плавильни. Вот. И отбросив панику, он все-таки принимает решение. Я все-таки найду Корга. Корг – это замыкающий их трио, тоже Голиаф. Как он сам описывает его, тупой, как дерево, и уродливый, как крыса, мутировавшая и убитая, и разорванная, и сшитая заново. Фу. Ну вот такой вот у нас странный, с такими странными людьми тусуется наш главный Голиаф. Вот. И он ловит себя на мысли, что он начинает что-то мямлить. Ну, что он бормочет про себя. И у него из-за плеча выпрыгивает Редскин, которого зовут Рэг. Что, что, что? Кого надо убить? А? 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 Кто такой Редскин? Я вот не знаю, кто это. Редскин – это, ну, скажем так, есть спайр, есть банды, есть люди рабочие, есть грязь под ногами, есть Редскины. Так это Скайвены, типа, или просто люди какие-то? Не, это люди. Но они живут, они живут в норах. А, фу, бля. Да, 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 да. Ужив-то какой. Да. Он купил этого, он купил этого Редскина на трейдинг-посте. Охренеть. Чтобы он провел его через все потаенные туннели Андерхаева, чтобы он как раз мог найти Корга. Вот того самого страшного, страшное чудовище. Так. Вот. И как раз Татраскин. Что? 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 Кого-то убить? Кого-то убить? Я не готов убивать. Тебе это не касается. И дал ему такую смачную затрещину. Такую, что он улетел примерно три метра вперед, перекатываясь. Но при этом он сохранил самообладание, то есть перекатился на ноги и такой. Хорошо, хорошо, я понял. Это не мое дело, не мое дело, не мое дело. Пойдем, пойдем. Я знаю дорогу, я знаю дорогу, я знаю дорогу. Такой думает. Интересно, есть ли у меня время еще вернуться на трейдинг-пост, продать его обратно и купить кого-нибудь менее назойливого? Или пристрелить его прямо на месте, и не возвращать деньги? Ладно. Монетка? Успокоился. Эх, я бы монетка решил. Успокоился и они идут вперед. Проходят через развалины всякие, там ржавые балки, обломки заводов. То есть он там перепрыгивает через все, чуть не ломает ноги. Идет и все думает. Как же он смог выжить? Ну вот как? Так, невозможно. Это просто невозможно. А он Бэтмена смотрел когда-нибудь? Наверное в Андерхайве есть какая-то интерпретация Бэтмена. Там каждого второго скидывают в лаву кислоту, потом он возвращается и говорит, что Бэтмен. Ну вот. А он такой... И по дороге он как раз вспоминает, собственно, кто... Зачем эти трое собрались и зачем они... Как, собственно, он погиб. Можно угадать, они ограбили банк какой-нибудь, либо хранилищики? Не совсем. Не совсем. Но близко. Но близко. Поскольку в Андерхайве постоянно происходит обрушение... Так. Вот. Они узнали про местоположение очень древнего реликта. Это были крылья Калибана. Калибан? Какой-то темных ангел. Да. Она связана с этим? Ну, там тусуется империал фесты. На самом деле в спайре очень много реликов именно спейсмаринских. Почему? Просто так сложилось? Ну, богатые люди себе покупают, видимо. Даже спейсмаринские релики? Фига себе. Нет, там же... Там же вот, если мы посмотрим на карту Некрамунды, которая спайр... Вот, который даже в кавдорской... В кардорском буклете был недавно заново напечатан. Там идет Андерхайв, потом, ну, Хайв Сити, потом Дымовая Завеса, потом Спайр. А на самой-самой верхушке Imperial Fist Chambers. Вот. Так что, ну... Хо-хо, вот так вот даже. Так, в смысле, они оттуда рекрутов даже набирали с Imperial Fist. Вот, не знал, кстати. Ну, вот. Вот. Ну, собственно, они прознали, где находятся крылья Калибана, состоящие из трех частей. То есть, левое крыло, правое крыло и меч. И... Не нужно было быть семипядью во лбу, чтобы понять, что это просто бесценная реликвия. Если бы они ее кому-то продали, им бы хватило кредитов до конца их жизни. Ну, то есть... И как раз наш главный герой на это и делал ставку. Мол, сейчас мы продадим все это. Получим наши бабосики. Я перееду в Спайр и буду жить просто жизнью короля. И он всегда знал, что он не был предназначен для того, чтобы сдохнуть в этой помойной яме Underhive. И он уже весь в мечтах о том, как благородные сэры, благородные дамы ходят рядом с ним. Они выпивают не вот эту барматуху, которую можно найти примерно в Hive City. И, в общем, грезило хорошей жизнью. Пацан к успеху шел. Но не получилось, не фартанулы. Они пришли после этого на сделку с орлоками. Чтобы продать им этот самый релик. Это ребята, которые все с усами и стволами там. Да, с усами и стволами. Ну, я так и запоминаю. Они как дальнобойщики из 90-х. Ту-лю-лю-лю-ту-лю-ту-ту. Йогурты поражены. Ну и, собственно, они прожали. Потому что он вспоминает, что если бы эти крысы-орлоки все-таки честно вели дела, они попытались украсть то, что хотели у нас купить. Все бы пошло совсем иначе. Потому что они назначили им встречу в плавильне. В общем, начали они... И началась перестрелка в этой плавильне как раз. Слово за слово. Кто-то неправ оказался. И этого самого Торакса, видимо, подбило в ногу. Он упал без сознания. Ну, как не без сознания, но он лежит и не может подняться. А еще и потолок начинает рушиться. Кто-то, видимо, сбил опору. Ну, из тяжелого вооружения. Вот. И наш главный герой, недолго думая, видимо, хотел захапать его часть и столкнул его вниз. Поскольку он-то знал, он уже нашел себе выход. И никого спасать не собирался. Я такой думаю, ну, схвачу хотя бы одно крыло. И там уже, мол, перепродам. Потом вернусь в развалины и найду последнюю часть. И при этом он сам говорит. Я слышал, как он кричит от боли, утопая в расплавленном металле. Я видел сам, как бугливается его кожа. И, ну, в общем, не было варианта, чтобы он выжил. Ну, никакого. Как в терминаторе. Я хотел сказать, что терминатор 2 прямо. В общем, долго ли, коротко ли, они доходят до небольшого поселения, которое, как он описывает, никогда не охранялось, так и оказалось. Там стоят такие не очень большие ворота. И защищает их ничего. Ну, то есть просто открытые ворота, как в деревне. Ну, они не то, что... Они закрытые. Единственное, что их защищает, это кусок ржавчины так поперек. Такая щеколда. По ней подъешь, так стукнешь пальцем на развалится. Ну, да, как в деревне, в принципе. Я каждое лето возвращаюсь. Такой, думаю, ёпрст. Здраво, родные. Пум. Как-то грустно становится. Потому что деревни-то никакой нет. Да, Михалков был прав. Такое. Они заходят в это небольшое поселение. На удивление, главная улица пуста. Ну, только какие-то отребетом. Немного тусуется. Он подходит, и, как все голиафы делают... Стрелять мужчина? Не-не-не. Он узнает дорогу. Ну, как он узнает дорогу? Он подходит, там вот так вот сидят Три Рецкина. О чем-то там болтают. Как написано о том, о чем, в принципе, Рецкина болтают. Мне не то, чтобы было сильно интересно. Он схватил одного вот так зашкирятник. Поднимает его. А, чтобы ты понимал, вот этот трек, который у сопровождающей, написано, что он, в принципе, больше, чем просто из Кави. Но при этом он еле-еле достает ему до солнечного сплетения. Так что там ему, наверное, они по пояс. А, Манька-то легла-то под Витьков. А под Витьков легла-то про шмандовка-то какая! Постилка. Схватил его, здание, зашкирятник. Спрашивает. Прямо в лицо. Корк. Ну, прям как в Бэтмене. Дядя Тонатор. Схватил его и спрашивает. Корк. Где он? Где корк? Оскави он остекленел полностью от ужаса. Весь бледный трясется. Я знаю. Я, 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 я. А, а, а. Он спустил его пониже. А, 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 а. Он на гильдию работает. На гильдию торговцев. Он работает, ну, вышибалой. Такой, хорошо. Где мне его найти? Он такой показывает. За спину, за спину. Он там, вот там, вот там, вот там. Иди, 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 торговляйся. Такой, ну, хорошо. И отбрасывает его в сторону своих друзей, так что они все вместе падают. Ну, в общем, не очень галантный молодой человек. Что про него можно еще сказать? Горка зовут Дружбан. Да, Горк это Дружбан, который выжил. Который страшный, как дерево. И тупой, как крыса. Или наоборот. Так. Ну, так вот. Он доходит до здания гильдии. Какой? Тркотц. Ага. Находит какую-то подсобку. Заходит в первую попавшуюся дверь. И видит перед собой довольно комичную картину. Корк, он, в принципе, голиафы, они очень большие. А тут он еще больше. Еще больше. Он еще больше. В нем, как эти, как... Как Шафутинский был. Ты видел брутов, которых анонсировали? Где? Ну, в Некромунде. Нет. Ну, вот. В общем, там добавили теперь еще в правилах брутов, которых так сильно раздуло от стимов, что у них все тело вот так вот разрослось. Понял. Руки-базуки. Да, руки-базуки. Ну, тело. Тело-базук. Тело-базука. Тело-снаряд. Ну, вот. И вот эта вот вся дура сидит за столом. Анима какое-то так. Ну, так вот. Он говорит, я удивлен, что они смогли впихнуть это туловище в стул. В общем, он сидит, видел, наверное, картинку Адам Сэндлер, такой сидит в детском саду и смотрит мультик. Да. Ну, так вот. Это примерно то же самое, только в мире Некромунды. Страшное зрелище. Так. Ну, и так вот. Ну, и наш главный герой, мол, «Корк, дружище, что они с тобой сделали? Ты что, столовелся с новоработником?» Ну, такая шутейка между собойчик. Корк, как бы юмора не оценил, посмотрел на него своими мертвыми глазами, от которых, как он говорит, даже свет, по-моему, не отражался, и навел на него этот стабер. Я прям представляю. Сырчок. Ну, то есть он сидит и такой. Ну, вот прям, как классненький на жанр. Да, 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 да. Как это, опять клише? Да. Гребаные клише. Ну, так вот. И, как бы говорит, я, конечно, ожидал такого приема, ну, про себя, про себя он размышляет, я, конечно, ожидал такого приема, но стоит дать мне должное. «Мало кто может увидеть корга, наводящего на тебя оружие, и при этом не упасть замертво от страха. А у меня всего лишь затряслась рука». Он как говорит, «Я знаю, что торакс жив». А корг молчит. И тут, как бы, как в Гоголе, происходит лирическое отступление. Так. Наверное, вы подумали, что он неприветлив и поэтому со мной не разговаривает. Но нет. Он умер? Нет. Мало того, что его никогда не обучали говорить, даже если бы обучали, вряд ли он бы что-то понял. А у него, у этого корга, кстати, еще половина тела агментирована. Ну, то есть он сидел с просто смертным лицом, но как только заговорили о тораксе, он как будто бы улыбнулся. Но лучше бы он этого не делал. Потому что все его мышцы, оставшиеся на лице, начали изображать какую-то страшную гримасу. В принципе, это моя классическая улыбка. В принципе, это моя классическая улыбка. И как бы видно, что у него немножечко даже заживал металл, который вот здесь у него агментирован. Такой, у меня? У тебя осталась твоя часть? Ну, этого артефакта. Корк молчит. Как бы напряжение нарастает. Кажется, сейчас начнется перестрелка. Он такой, у тебя осталась твоя часть? Потому что я знаю, где нам достать недостающую. Он такой, корк посидел, посидел, опустил свой стабер. Со скрежетом встает из-за стола. И такой, мол, кивком показывает, пошли за мной. Так ему говорил сообщение, его дружба, ныне почивший, что у него часть монстра. Не, не часть монстра, мы убьем монстра. А, мы убьем монстра. Мы убьем монстра, возьмем его, да. Ну и вот. Точно. Такой, мол, пошли за мной. А поскольку он находится в здании простых людишек, у которых, нет, не руки, а базуки. Полтора метра косяк. Да, да, да. Они вместе как-то пробираются, как это написано, в оружейную. Где находилось все необходимое для гильдии, в принципе, для путешествий. Ну, то есть там чистая вода, небольшой боезапас, гранаты, бронекостюмы. Ну, он проходит все это мимо. И достает огромный ящик. Это как он написал его trophy case. Ну, сундук сокровищ. Который он хранит все, что ему дорого, скажем так. Открывает его. Смотрит внутри. Пусто. Не, не, не. Блин, было бы хардкорно. Внутри там что-то черепа какие-то. Там женские черепа, мужские, детские черепа. Находит даже череп какой-то инопланетной твари, в которой вытянутый череп и зубы острые, как бритва. Такой, хм, генокрад. То есть, он настолько мощный, что может победить генокрады. Угу. Ну, то есть, он мощный. Угу. Ну, а четвертый, пятый инвуль. Это мэйвешник может. Хм, хм, хм. Не в некромоне. Так. Ну, так вот. И, значит, разгребает, разгребает весь свой хлам и достает крыло колебана. Оно невероятной красоты. Говорит, это, наверное, первый металл в моей жизни, который я увидел, который был нержавый. Ну, именно, что-то изготовлено из металла. Там по каемке написаны какие-то странные символы. Еще Торекс, когда был жив, говорил, что это слова Адепсуса Стартес. Ну, не знаю, правда, откуда он знал это. Ну, не знаю, может, в книжке прочитал. Тут, как бы, всякое может быть. В прошлом рассказе и начитанный Голиаф был. Хм, хм, хм. Так. Ну, так вот. На релик посмотрел, посмотрел. Говорит, значит, а я вот, знаешь, это хорошо, что у тебя есть твоя часть, но как-то вот так приключилось, что я вот свою... Продал. Главный герой. Главный герой. Он ее продал? Он ее продал. Видит, как, значит, корб поворачивается. Смотрит на него пронизывающим взглядом. И видно, вот, вот-вот произойдет... Смерть и убийство. То, что он любил в корбе. То, что он мог разорвать человека на две части голыми руками. Ну, как бы, не хотел бы, чтобы с ним это произошло. И как бы, так, стоп, 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 подожди. Я предупрещаю все твои вопросы. Я думал, чтобы его погибли. И что релик потерян. Поэтому я продал свою часть ковдорцам. Ну, они хранят его, наверное. Я предполагаю, где они могут его хранить. И вот этот вот дурак показывает сзади на Рецкина. Рецкин. Он знает, где это. А Рецкин вообще оказался с другой стороны. Такой, да-да-да-да, я знаю. Наш главный говорит, что перебегнулся. Он замер. И у него такое иступление, при котором ничего не можешь сделать. И он думает. Я бы застрелил прямо сейчас за то, что он так подкрался ко мне. Хотя ему не было положено идти за нами. Черч поганый. Но я оценил, как он это сделал. Красиво. Как Hugh Jackman, что ли? Тру-тру-тру. Шляпой. Трофточкой. Не, ну типа, что он даже не заметил. Ааа. В таком узком пространстве он так переместился, что даже не был замечен. Он как киса-воробейн. Потом вскроет там, что не надо. Под вечер. Шикет мелкий. Ну, так вот. Да-да-да, я знаю-зна-зна-зна-зна. Ну, типа. Ну, это будет стоить тебе еще кредитов. Ну, для меня деньги не проблема. Такой. Хорошо. Ну, такой Корк говорит. Ты сейчас должен пойти со мной. Нет, нет, нет. Даже не так. Он просто подходит к нему и начинает объяснять, как в фильмах с тупыми разговаривают. Ты сейчас должен пойти со мной. Сейчас он так разговаривается? Сейчас он так разговаривает. Не разговаривает. Не страшно и некомфортно. Ну, типа, Корк... Пошел? Корк такой подумал-подумал. Точнее, как подумал Было видно по его лицу, что он пытается думать Такое Значит, начинает собираться Кладет себе вот так за пояс крыло Калибана Не очень хороший способ носить релик, как мне кажется Берет хэви стабер одной рукой И как будто, знаешь, как будто это игрушка какая-то И кладет себе на горб Ой, немая Ну, типа того Он невероятно огромный И все, и пошли Значит, сам путь до города кавдорцев не описывают Они описывают уже подход к нему На подходе к городу кавдорцев есть огромный мост На котором всякие рельскины, простые люди, ну и просто фанатики То есть, отторгуют, живут Ну, типа того Они пытаются пройти в город, но кавдорцы, как он описывает Вообще, кавдор, он не любит Говорит, это культ идиота Ну, да Типа, они сжигают все, что они не понимают А понимают они мало Так что Неудивительный тот факт Что на мосту на этом Они даже не обратили внимания на двух голиафовцев А просто жгли каких-то скави То есть, они, видимо Неправильно произнесли слово Эмператор Как они это произносят И решили их сжечь Значит, проходит, проходит И видят, что вход в город сам Ну, за мостом Типичный итальянский мост Типа того Сам вход за мостом Он очень хорошо храняется Ну, то есть, там На стенах стоят Тяжелые пушки Ховестаберы Там снизу стоят хорошо вооруженные бойцы с огнеметами Он такой думает Ну, в принципе, если мы начнем Простреливать свой путь вперед Мы далеко не пройдем И они нас тупо задавят мясом И такой думает Наверное, Рэг знает, как пройти Поворачивается И видит, как описано Поскольку этот скави Среди других скави А вокруг они просто кишат Как я должен отличить один мусор от другого? Ай, классно Но при этом Поворачивает голову И видит, как Рэг стоит И такой радостно мажет Я здесь! Мастер стелс! Мастер стелс, я здесь! А где он стоит? А он обычно так Через толпу немного вперед пробежал Мастер стелс, я здесь! Хорошо Он просто себя выругался Такой повернулся Проследил, что Коркс идет за ним Подходит к Рэгу И Рэг ему, собственно, вещает Я знаю, я знаю, я знаю Я знаю, я знаю, я знаю, как нам пройти Я знаю, как нам пройти Ну как нам пройти? Типа вон, вон, вон церковь Вон церковь, нам нужно туда Помолись Да, ну как мы пройдем? Там типа куча Помоги нам пройти Там куча этих ребят Вооруженных до зубов Как мы здесь, как мы пройдем? Есть два пути Есть вентиляционные шахты Такой Ну хорошо, пойдем через вентиляционные шахты Адам Дженсен стайл Нет, мы не пойдем через вентиляционные шахты Они охранятся Я предсказал больше, что там просто От кое-кто не пролезет Возможно Такой, ну есть еще путь Мы можем пройти через Мусоропровод Такой Какой мусоропровод? Ну, они сжигают тела На самом деле И весь мусор Вместе с телами Сбрасывают туда Наш главный герой Такой, если постоял Постоял, поцел Ну ладно, бог с тобой Пойдем Хорошо Ничего ему Звездная война не учит Ну да Значит, они спускаются Там огромная яма такая Ну точно Где они в нее прыгают И описывают Что наш главный герой Оказался полностью В человеческих отходах Отходах от человеков То есть там Грязь, говно Чьи-то руки Чьи-то скальпы Порванная одежда Куски оружия Все это свалено В огромную кучу И они пробираются Через это болото Прекрасно, верим Да, прекрасно Они пробираются Через море Еще не совсем Окоченевших трупов Забираются в трубу Пролазить через трубу И Задерживая дыхание Все-таки смог Им удается Подняться наверх Ну не совсем наверх Но в церковь Они выныривают Значит, спускаются вниз И видят перед собой Огромную залу Огромная каменная зала Которая освещена Лампадами Факелами Всем таким Но в общем Никакого электрического освещения И видят перед собой Статую сидящего императора Написано, что Статуя Конечно Произвала на него впечатление Но Как ему было жалко Императора В этот момент Перед ним стояла Куча пилигримов Кто-то из них Молился Кто-то из них Хлестал себя плеткой Кто-то из них Просто стоял На коленях И визжал Ну, видимо Рассудок потерял От благодати императора Ну так вот И Он говорит Не было жалко императора Представьте Пройти через Все вот это Тысячелетнее дерьмо А взамен Получить кучку Этих жалких Фанатиков Ну Долго ли Коротко ли Они дожидаются Пока пилигримы уйдут Не поднимая тревоги И подходят К Жертвеннику Ну, не к жертвеннику К Месту для Подарков Калтарю, короче Подходит к алтарю Как тебя качает Со стороны Стру жертвенник Ну, нет Место для подарков Имперская пропаганда В действии Главное С какой стороны посмотреть Все не так однозначно Главное Съехать на жертвеннике Так вот Подходит к алтарю Там лежат Всякие виды Приношений Которые приносят Кавдорцы Чтобы молиться императору И они что-то смотрят Там Что-то Кусочек Чего-то Какого-то оружия Чья-то шляпа Чей-то череп Такой Кто-то пожертвовал Свою ладонь Такой смотрит Опа Баннер Такой Кажется, это она Разворачивает баннер И там лежит Меч Калибана Огромный Такой меч Светящийся Ни капли коррозии На нем нет Хотя Казалось бы Сколько он провел В Андерхайве Он Такой думает Хорошо Теперь бы Нам нужно выбраться отсюда И На выходе Ну вот Суться горды Ну Церковь охраняется Все нормально Обратно В дырку К этому Мы вернемся И такой думает 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 Такой Смотрит на корга Корг На него Он Когда смотрит Глаза коргу Ему постоянно Неловко Потому что Они ничего Не выражают И Он Принимает Это Постоянно За тупость Ну что Мол Пустой взгляд Взгляд Тысяча яртов Да И Такой Говорит Хорошо Подходит Гарри Трупов Берет с одного Плащ С капюшоном Еле-еле Натягивает Его на себя То есть Он на него Топорщится Везде Накидывает на себя Капюшон И Просто Выходит Через Главный выход А там Как бы стоят Горды Кто-то С флеймерами Кто-то С автоганами Кто-то С вардами Ну в общем Там Не больше дюжины И Он выходит За ним Все еще Вот так Течет Трупная Жижа С ноги Кавдор Такие Что-то Переглянусь И один Который Видимо Решил Взять на себя Инициативу И похрабриться Передороги Да Подходит К ментике Брат Так вот Этого С локтя Выбирает Короче Разворачивается И Все замечают Что это Не кавдорит Совсем И что-то Он не похож На того Кто может Верить В императора И что-то Как-то Все Начинают Заводить Там Флеймер Заводить Только Бежали С тремя Листками Анкеты Верит А нет Не тот Вариант И он Разворачивается И пишет Пока они Взводили Свои Лазганы В боевую Готовность Я уже Успел Сделать Два Выстрела И Выстрелы Так вот висят Два факела Ну подвешенные Ну такие котлы Подвешенные С маслом Кипящим Горячим И он Стреляет В них И как раз Смог опрокинуть Оба И написано Что огненный шар Столкнулся С огненным шаром Разлил масло Вообще Повсюду Он успел Перекатиться За какое-то Укрытие И вот После этого Горит Кавдорцы Наконец-то Начали стрелять Но это Было Так комично Потому что Они скорее Представляют Друг друга Чем попадут У них же кожаные маски И под ними еще кожа Написано Что у них Наверное уже Второй слой Кожи Начинает Догорать Но они Продолжают Стоять Лазганов Не видя Куда Аккорг Сейчас Сейчас Мы к этому Придем И значит Наш главный Герой Пробегает Через огонь Расталкивает Их Ну как Призывает Внимание Потому что Бежится Подмога Уже Как Бата А ну Съебались Нахуй С дороги Типа того И там Он слышит Что бежит Подмога Он забегает В этот храм А там Вход довольно узкий И только Он забегает Кричит Коргу Забегают Ковдорцы А там С хэви Стабера Их встречают И просто В мясо Кровавое Всех разносит Ну как Рамба 4 Ну типа того Пишет Мало того Что на Корге Были уже Мертвые люди Тут еще Свежее мясо Окропило его Лицо И вот Тут-то Мне стало Совсем Не по себе В общем Расстреливали Расстреливали И Собственно Когда уже Подмога Вся кончилась Оставшиеся Кто выжил Попытались Убежать Ну как Убежать Сложно Убежать Без одной Ноги Вот Там Что-то Кто-то Уползает Кто-то Тянется К этой К императору Короче О боже О боже Помоги Батя Помоги Короче Жалкое Зрелище Ну все Прикольно Если бы Рамским Бегал бы их Не Он Зассал Жалко У него Как написано У него был Этот Похожий На игрушечный Меч Ну типа Деревянный Ну прикольно Он еще Учится Он Короче Не боевая Единица Совсем Так Так Хорошо Ну типа Все ладно Повеселись И хватит И прыгнули Значит обратно В этот Мусоропровод Когда они Вылазят уже Обратно На мост Когда уже Пересекают мост Он размышляет Сейчас Почему Они это сделали Нет Почему Они сразу Не прыгнули Сейчас Расскажу Подожди Ну Потому что Мы сейчас сидим И таки думаем А почему Они сразу Не прыгнули В мусоропровод И не ушли Начали Болит людей Да Сейчас я расскажу Об этом Ну давай Это уже прям Давай Хорошо Потому что Как только Он нашел Меч Калибана У него Все Перед ним Уже не было Никакого Андерхаева Перед ним Был только Спайер В котором он Живет И поэтому Он сказал Что это Мой Финальный Подарок Этой Грязной Дыре Потому что Я сюда Больше не вернусь Никогда А потом Смотрел на Корга И такой Смотрит Господи Какой же Он Урод Наверное Андерхаев Это Даже Слишком Много Для него Я не был Уверен Что он Вообще Должен Был Родиться Ну и Вот В общем Именно Этим Он Обозначил Своё Веселье Потому что Он был Уверен Что Корг Всего Скорее Стабером Один Тут Весь Город Вынесет А тут Хоть Немного Повеселился Такой Виктори Лэб Почетный Забег По Андерхаеву Ну и Все Собственно Пришло Время Расплачиваться С Рэком Потому что Его услуги Больше Не пригодятся Рэк Подходит Ну все Я вас Отвел Что Что Мне Полагается Может Вы Мне Отдадите Кусочек Этого Меча Ну Как бы Зря Он Это Сказал Потому что Корг Его Он Наступил Ему На ногу С ловицем Переломал Кучу Костей И Они Оставили Корга Лежать И умирать В Андер Хайве И все Все Ну они Идут Соответственно Уже К тому Самому К той Самой Плавильне Куда Собственно Говорил Пикт И по дороге Ему Раздается Звонок Как раз На этот Планшет Там Как будто Торакс Сам Вот этот Самый Торакс Который Погиб Как будто Он с ним Разговаривает Лицо Точно Такое Же Говорит Он Примерно Тем Ж Голосом Значит Ты нашел Вторую Часть Он Идет И Видит Корк Рядом С ним Да Она У меня Ну хорошо Типа Веди Идти В плавильню И там Мы уже Разберемся Со всем Остальным Какой он Тупой Ну Кто Тупой Законодируй Да Нормально Покой Он Тупой Пока Он Голиаф Можно Их Не за Он Любит Ну Как Быйдет Мечтает Уже Аспайре Обо Все Он Заходит Вот И Горнила И Тут Происходит Немного Неожиданная Штучка У него Начинает Проигрываться Первое Сообщение Которое Было В самом Начале Типа Я все еще Жив Моя часть Все еще У меня И До этого Он Коргу Показывал Только первую Часть Сообщения Ну То есть Чтобы Показать Что Торак Жив А тут Заграло Продолжение Приведи Его в плавильню Корга Мы Убьем Животное Это Заберем Его часть И Тут Заиграло Кюрб Е Энтузиазм Тут 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 В общем Вот И У нашего героя Паника Он не знает Что делать Он хватается За этот планшет Короче Пытается Его как-то Вырубить Он Сломал Его Надвое И тут Только Понял Что Сообщение Играется У него Из-за спины Это Оказывается Корг Заговорил Он Поворачивается На него Такой Корг Ты Что Делаешь Ты Разговаривать Умеешь Ничего Себе И тут Значит Перед ним В Этой Самой Плавильне Горит Свет А там Стоит Фигура Прямо Света Само Собой Против Света Само Собой Против Света Конечно И Начина Такой Смотрит Что Ничего Не Понимает Фигура Выходит Из Света И Он Видит Что Что Это Неправильное Происходит Так Не Должно Быть Не По Христиански Это Как Это Торакс Только Как Будто При Нашей Первой Встрече Думает Ну Все Капец У У У У Башка Поехала Стимов Пережрал Корг Разговаривает Торакс Живой Что Происходит Да 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 И Он Стоит Полностью Не Умывает На Мушке У Корга И Фигура Как Говорит Самый Тупой Твист Историй Я Вижу Как Ты Ошеломлен Так И Он Так И Только Он Открыл Чтобы Задать Вопрос И Пишет Я Не Замечал У Него В Руки Стабера Пока Он Не Проставил Мне Им Пузо Ну И Собственно Вот Очень Быстро Расправа Происходит Он Валится На Пол Хватается За Кишки Пытается Как Собрать Обратно И Такой Корг Присаживается И Говорит Отдай Мне Меч По Хорошему А Там Уже Хорошего Не Будет Ну В Чем Может Быть Только Очень Плохое Или Плохое Ну Типа Того И Просто Вот Забирают У него Меч При Задевает Еще Рану Крови Начинает Листать Еще Больше Как Все Рано Без Третьей Части Вы Не Сможете Это Сделать А Тут Корг Достает Из Спины Первое Крыло А Там Два Крыла Ну Как 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 Ты Это Сделал Тупой Ты Имбецил Как У тебя Хватило Ума Так Это Сделай Как Он Взял Два Крыла Он Продал Первое Меч Точно Вот Они Как Раз А Второе Крыло Как Он Считал Было У Торекса Я Тупой Просто Вот И Сун Торекса Такой Говорит Мол Да Уж Я Конечно Знал Что Голиафы Не Сильны На Ум Но Ты Прям Меня Удивляешь И Тут Снова Смотрит В глаза Коргу И Понимает Что Это Был Не Это Была Не Тупость В Ступор Он От Злобы От Ярости От Какого Тупого Неистовства Потому Что Он Видел Как Он Сбросил Торекса В Лаву И Конечно Он Мог бы Его Убить Сразу Уже Да Ну Так Вот И Он Спрашивает А Че Ты Раз Такой Умный Не Убил Меня Сразу А Дубина Ну Сын Торекса Он Сделал Это Для Меня Хватает Так Зашкирять Не Роняет Его На Живот Волочит По Земле Написано Как За Ним Волочатся Кишки Короче Боль Неимоверная И Вот Тут Как Песня Кровостока Происходит Он Тоже Голиаф Кто Торекс Нет Он Сын Голиаф Но Не Голиаф Сам Ну Не Написано Что Он Напичканный Да Ненапичканный Да Сил Хватает Потащить Ну Видимо Он Здоровый Раз Он Описывается Как Молодой Торекс Да Наверное Ну Без Ошейника Потому Что Десять Килограмм Потащить Можно Кстати Если Ты Качок Поволочить Крепкий Парень Просто Крепкий Парень За Нему Так Волочится Кишки Кровь Короче Он Подходит К Краю Плавильни Плавильни Я хочу Просто Чтоб Тебе Было Так Же Больно Как Моему Отцу Икорка Просто Пинает Парта И пока Он Написано Он Ударяется Тверть Лавы Металла Расплавленного И Говорит Как Песни Кровостока Я Вспомнил Вечер У реки Шашлык Каканьки Дал На клык Братишек С пивом Бля Мы Умели Отдохнуть Красиво Ну да И он Сразу Подумал О всех Дорогих Господах О всех Хороших Дамах Об этом Прекрасном Замке В спайре Которому Могу Обладать Но К сожалению Его голова Уже Полностью Сгорела И Конец И Конец Ну и Хорошо И нихер Быть Таким Козлом Ну да Был Пацан И нет Пацана Ну он Тупой И это Прекрасно Домой Мой Прекрасно Просто Ну на самом Деле Он просто Рэкетир Который К успеху Пошел Братва Рвется К власти Вообще Классно Как 90 В России Буквально Если приложить На сюжет С актерами Для Безрукого Знаешь Возвращение К истокам Бригада 2 Было бы Очень Красиво Не Вообще Забавно Ну такой Сразу Вайп Андерхайва Какой-то Есть Ощущение Андерхайва Ну есть Конечно Кишки Говно Ковдор Везде Предательство Тут и там И такой Деньги 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 Вестерн Типа Светлячка Сайфай Так как Гораздо Более С рейтингом Р Нежели Тоже Самый Светлячок Вот Джанк История В общем Джанк Ярда История Нашего Джанк Ярда Это Да Нет Там В следующем Рассказе Будет Немного Другой Уже Стиль Повествования Там Уже Будет Больше Хоббит Там Собирают Человечков Что Нет Там Будет Про Редскина Как раз Они в игре Есть Вообще Их Пока Что Нет А вот Даже Напарник Ничего Такого Нет Там Наемник Какой-то Есть Мелкий Редскин Ну Его Можно Как Редскин Отыгрывать Интересно Просто Ну Вот Потому Что В следующем Рассказе Там Уже Как Они Как Редскин Молится Императору То есть Ничто Не Делал Для Того Чтобы Молиться Императору Хорошо Ну В целом Спасибо За просмотр С вами Иван С вами Был Даня Пишите Как Вам Рассказе По Некромунде Будем Как Это Контроль Качества Производить Все Спасибо Вам Что Посмотрели Увидимся Обязательно Звездочка В комментариях Никак В обзорах В стряках По критиканству Всем пока До свидания